Приветствую вас. Я не очень понял, в чем ваш вопрос. В том смысле, что вы его не задаете, по сути. Но постараюсь вам ответить, исходя из того, что вы написали. Значит, вы пишете. Больше месяца познакомился с девочкой. Понимаете, Валерий, познакомиться с девочкой, то есть, ну, завести знакомство, это мало. Для успешного контакта необходимо, чтобы вас что-то объединяло, чтобы вас что-то связывало, например. Чтобы было что-то общее, грубо говоря. Если ничего этого нет, если у вас мало общего. А общение между вами происходит через какие-то вот такие смежные темы. Но, еще раз повторю. Реально, ничего между вами общего нет. То в этом случае, я полагаю, что общение ваше, скорее всего, обречено. Потому что нет связующих звеньев, которые могли бы как-то вас объединить. И что-то между вами общего создать. Что-то, что, к примеру, стянуло бы девушку, да, к вам. Вот. Это такой аспект, что здесь, я надеюсь, все относительно понятно вам. Дальше. Значит, так. Она на третий день после знакомства, встречи сказала, что он не хочет серьезных отношений, а хочет дружить. Вообще, довольно странно надо сказать, что она заговорила про серьезные отношения. То есть, я бы сказал, что в некотором смысле это действительно странно. Почему она, ну, собственно, подняла эту тему. Вот. Может быть, вы ее как-то надолкнули на это. Ну, вы ее натолкнули и натолкнули ее на то, что, например, вы хотите серьезных отношений. Вот. И она чувствует, почувствовала, точнее, необходимость вам ответить что-то на это. Вот. Может быть, так. Если девушка сама подняла эту тему и сказала, что не хочет серьезных отношений, значит, для нее они, серьезные отношения, имеют какое-то значение. какое-то значение они имеют для нее, ну, скажем так, более, более серьезно, чем в норме может быть. Вот. И здесь, конечно, впрочем, нужно исследовать. Обязательно. Дальше. Еще она сказала, что не знает, чего хочет. Это, по сути, можно интерпретировать как страх девушки перед близостью, перед сближением. То есть, она боится сближаться с вами. Ну, может быть, не обязательно с вами, да, но боится сближения, в общем. Вот. Так, дальше. Не знаю, какое у нее понятие «дружить», если она дает поцеловать себя. Правда, на первом свидании по одному разу только каждый раз. Дольше целовать не получается. Дольше поцеловать не получается. Вот. Опять же, вы не уточнили, куда подцеловать. Если это щека, то это одно, если это губы, то это совсем другое. Вот. Соответственно, если это, к примеру, губы, если это, к примеру, губы, то понятие «дружба» для некоторых людей, не только для девушек, но и для мужчин тоже, понятие «дружбы» достаточно растяжимая история, в том смысле, что «дружба» используется исключительно как, ну, описание или название для того вида отношений, которые имеют место быть. Вот. То есть, тут «дружба» здесь не нужно воспринимать как что-то буквально. «дружба» здесь, это именно вот такое растянутое достаточно понятие, да, абстрактное понятие, которое описывает именно такие вот отношения, скажем так, без сближения, которого девочка, вероятно, боится, как правило, в силу какого-то негативного опыта, либо просто иных целей. Дальше. Значит, после единичного поцелуя «отворачивать голову смеясь, не могу понять, она стесняется так сильно или не влюблена ещё в меня». Ну, как правило, люди при стеснении не смеются. Что касается влюблённости, то, да, она, скорее всего, в вас ещё не влюблена и слишком, надо сказать, времени прошло мало, чтобы в вас влюбиться. Вы так не считаете? Вот. Вы не считаете, что, в общем-то, ну, маловато времени прошло. Вы считаете, что в вас уже можно влюбиться или как? Вот. То есть вот, э-э-э-э-э, как вы сами-самы считаете, вот. То есть э-э-э-э-э-э-э-э. Как-то вот, ну, своё, своё отношение, э-э-э. Кх-х-х, вам, к этому нужно, нужно выровить, выровить. Или это у нас опять же, опять же, просто оборот такой речи, вот. А, то есть, ситуация здесь вот, в принципе, с такого плана. В этом смысле, мне кажется, что вы торопитесь вызвать у нее какие-то чувства, вот. В этом смысле, мне кажется, вы спешите почему-то, и вам нужно, чтобы она в вас влюбилась. Вот. То есть, как бы это про ваше желание скорее, про ваши потребности скорее. Дальше. И вот сейчас она на учебе в другом городе. Через две-три недели увидимся на 1-2 дня. По телефону обтягивается только, когда я первым звонил или предчувствует идти. Отвечает, конечно, всегда. Чувство, что она не идет на встречу, когда делается человек в ее сторону. Ну, здесь опять же, момент такой, да, что вы подразумеваете под идти на встречу вам, в данном случае. И для чего вы делаете эти самые шаги? То есть, зачем вы хотите что-то для девушки сделать или хотите что-то получить для себя? Это очень важная история. То есть, если вы хотите что-то получить для себя, то лучше вам шаги не делать. Потому что, потому что девушка, она скорее воспринимает вас пока что больше снисходительно. В общем, она понимает так, что это, что делает вам одолжение, общаясь с вами. То есть, она сама в общении, видимо, не заинтересована. Вот. Это нужно, нужно учитывать, чтобы не было потом разочарований и так далее. Вот. Надеюсь, вы, надеюсь, вы данный аспект обязательно учтете. Ам... Дальше идем. Как вы считаете, она не может разобраться, чего она хочет? Как мне поступить? Как мне поступить? Да нет, она знает, чего она хочет. Она сказала об этом, она не хочет серьезных отношений. А что вы хотите еще? В этом смысле. Ну, все же понятно, она сказала, что не хочет серьезных отношений. А что не может разобраться от себя, это просто... Такая, ну, более мягкая форма, чтобы вы на нее сорвину, чтобы вы сразу не... Ну, чтобы вы сразу не отошли от нее. Чтобы вас, например, не отпугнуть таким, таким своим поведением. Вот, и все. То есть, мне, мне здесь, ам... Довольно, ам... любопытно. То есть, вы спрашиваете о том, да, вот, вы спрашиваете, помогите разобраться, да, вот, но при этом у вас есть, ам... на руках все, как бы, козыры. Вы просто не хотите, скорее всего, не хотите просто признать, не хотите признать то, что девушка к вам, например, не испытывает каких-то особых чувств, например, вот, вам это неприятно, возможно, да, вам, возможно, вас это как-то, ну, не знаю, задевает, может быть, вот, и так далее. Сейчас это вот такая история, такой момент. Дальше. Ам... так, вот, сейчас я третий день не звонил уже, а вот до этого, почти каждый день по разу звонил. Вроде так, общается со мной, иногда доходит до 40-60 минут. А почему вы ей пристали звонить? Чего вы хотите добиться? Один-два раза только написала первое, в остальных случаях я прямо пишу и звоню первым-первым. На таком впечатлении, да, что вы вот хотите, чтобы она вам проявляла какую-то обратную связь обязательно. Вот. То есть, как бы, ну, что, типа, вам это нужно, чтобы она проявляла какую-то связь. Вам нужно, чтобы она, там, как-то, значит, себя, ну, показывала, вот, в данном случае. Ну, так э-э-э-э-э... вся тонкость заключается в том, да, вся тонкость заключается в том, что, что... . Она либо хочет этого, либо нет. У неё либо есть желание что-то делать для вас, либо нет. И в данном случае можно говорить о том, что этого желания у неё пока нет. Но в данном случае можно говорить о том, что вы, вот именно вы, ну, на мой взгляд, ведёте себя как жертва. Потому что вы ждёте от неё какой-то активности, вы обижаетесь на неё за то, что нет этой активности. На мой взгляд, мне кажется, это очень деструктивным началом отношений, вот. Потому что таким образом, так, отношений всё-таки не выстраивают. Ну, более, более, более свободно, что ли, более независимо. То есть, здесь вы уже как бы с какой-то обидой, с какими-то эмоциями негативными. Вот. И плюс, ну, у вас обида есть. Да, то есть, вы говорите, ну, как же так, вот. Я ей, там, первый, значит, пишу, звоню, а она никогда этого не делает. То есть, я, конечно, я, конечно, не знаю, вот, безусловно, но кажется мне, что вам обидно очень. Вот. И вопрос тогда, опять же, возникает, да, а ради, ради чего вы отношения-то, собственно, выстраиваете, да? Так, то есть, чтобы, вот, чтобы, вот, что, приотношения выстраиваете. Для чего? Уверены ли вы, что, там, хотите, к примеру, ну, чтобы всё это делать ради неё? Или вы уверены, или вы делаете всё-таки для себя? Там, если вы делаете это для себя, если вы делаете это для себя, что-то, что угодно, да? Вот. То лучше, конечно, будет для вас, будет лучше, если вы себе в этом признаете, если вы признаете себя в том, что вы делаете это для себя, что вам это нужно, что вы в этом нуждает. Вот. Не она, а вы, в первую очередь. Если вы себе признаетесь в том, что, вот, что вы нуждаетесь в чём-то, то это уже будет ваша, вашей проблемой. И работать, работать можно будет с вами. Они, они так, как это происходит сейчас, что вы пытаетесь через нас понять, что вам делать с девушкой. Вот. Понимаете? То есть это такая заведомо проигрышная позиция. Вот. По поводу того, что это динамо, я вот думаю, что, думаю, ну я здесь с вам согласен, что это не динамо. Это просто, вот, просто. А, у девочки есть определённая позиция. Вот. И она, что вот, а, интересно, да? Но она, на мой взгляд, вас как-то вот не обманывала. Это она была, что она не честна. Она сказала сразу, что отношения ей не нужны. И, что, а, как бы она, ну, серьезных отношений, отношений не хочет. Ну, и вы, как бы отказываетесь это принимать. Вот. Ориентируетесь вы на неё. Вот. Ваша позиция, именно позиция, что вот, ну, что, что вы ей не пишете, например, она, в целом, может быть, в принципе, хорошей. Ваша позиция, то, что вы ей не пишете, может быть, правильной, может быть, позитивной. Но, только при том условии, если вы знаете, именно, именно, если вы знаете, а, для чего и почему вы так поступаете. Потому что она может написать. Она может, э-э-э-э-э-э-э, сказать, что-то. Вот. Ну, что-то типа, там, где ты, там, и так далее, да? Вот. Вот. И, очень, очень важно, как вы ответите на это. То есть, если ответ будет, э-э-э-э-э, какой-то такой вот, э-э-э-э, ну, агрессивный, с наездом. Что, на девушке это будет означать, назад. Всё. Потому что она увидит, что вы, вот, ну, что вы, чересчур в ней заинтересованы. Вот. А её это, ей это, как она сказала, ей это не нужно. Кстати, не нужно, чтобы в ней были, чересчур, заинтересованы. Вот. Для неё это, скорее, негатив, чем, чем, позитив. Вот. Поэтому, вот, так важно, чтобы, у вас не было, что-то, чрезмерных ожиданий, вот, от неё. Вот. Ну, и, конечно, было бы здорово, если бы вы, для себя, были то, определяли бы их, э-э-э, что вас объединяет, что вас связывает, да, вместо, э-э-э, какие у вас реальные есть точки соприкосновения, да, и что вы к ней чувствуете. Вот. Именно вы, именно к ней. То есть, какие чувства у вас. Э-э-э, не так важно сейчас, э-э-э, что чувствует она. Важно то, что чувствуете вы. к ней, например, любовь, да, если вы чувствуете, что вы влюбились, там, и так далее, то нужно подумать, как эту любовь выразить приемлемым, э-э-э, а главное, наверное, приятным для неё способом. Ведь если мы говорим о любви, мы говорим о другом человеке. Вот. э-э-э, если же вы чувствуете что-то другое, да, то есть, если это не любовь, если вам нужно что-то получить для себя, вот, ничего страшного, ничего страшного. Нет ничего страшного, если вы это признаете. Если вы только сами это признаете. И скажете, что да, вот я хочу, там, что-то вот она мне, там, например, э-э, понравилось, э-э-э, допустим, она мне понравилась. Я хочу быть с ней, или, там, проводить больше времени с ней, или мне не хватает, там, отношений, к примеру, да. Вот. То есть, будет здорово, если вы, вот, в этих, в этих вещах, э-э-э, всех, да, признаете себе сначала, сами себе сразу попрекают. И уже, э-э-э, после этого, после этого, уже можно будет с этим что-то сделать. Уже после этого, может, можно будет, э-э-э, как-то вам помогать, и что-то для вас сделать. Понимаете? Вот. Но для этого, для этого нужно, чтобы вы перестали ориентироваться на девушку. Для этого нужно, чтобы вы хотели, в первую очередь, ориентироваться на себя, да. Если у девушки есть, к примеру, э-э-э, ну, какое-то, допустим, решение, что у нее есть видение, какое-то отношение с вами сейчас. Вы его принимаете, это видно, потому что, э-э, в активном, э-э, случае, вы уже, как бы, пытает, э-э, в таком случае пытаетесь девушке, что кто-то навязать свое. И, э-э, обязательно, обязательно нужно, вот, э-э-э, определить, э-э, что она, что она для вас значит, и что вы хотите. Ведь, значит, она для вас явно взимала, раз вы обратились, э-э-э, с нам на ресурс, да еще и, э-э-э, платные вопросы задаете. Вот. Значит, вы замотивированы, вы сильно замотивированы на то, чтобы эту проблему решить. Вот. Я хочу понять, я хочу понять, что это за, э-э-э, проблема, которую вы хотите решить. Почему для вас это, э-э-э, проблема? Ведь, э-э, если для человека что-то является проблемой, если человек сверх мотивирован что-то делать, то по всей видимости он не сможет продуктивно, продуктивно себя вести. и он не сможет адекватно, э-э-э-э выражать, например, э-э-э, ну, свое поведение, свои эмоции и так далее. Вот мне бы для вас этого бы не хотелось. Понимаете? Какая-какая штука. Так что, если хочется написать, э-э-э, что там, девочка, пишите, главное, пишите для себя, не для нее, и все будет хорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если же вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.